Выращивание клубники в трубах вертикально Вертикальные грядки прекрасное решение для тех, кто не хочет создавать традиционный огород. Чтобы выращивать клубнику вертикально, необходимо использовать ПВХ трубы, которые можно купить в любом магазине. Немного самостоятельной работы и вы будете наслаждаться таким необычным способом выращивания клубники. Вам понадобятся определенные инструменты, которые обеспечат комфортные условия работы. Дрель, долото, ПВХ труба диаметром 15 см, труба диаметром поменьше, заглушка для водостока, мешковина, шпагат, клейкая лента, гравий и соответственно рассада клубники. Для того, чтобы подготовить трубы, необходимо взять две ПВХ трубы разного диаметра. Одна из них должна быть толстой, а вторая тоньше для капельного полива. В тонкой трубе мы делаем мелкие дырочки по нисходящей, но оставляем до 10 см в нижней части трубы нетронутой. Толстую трубу обрабатываем таким образом, чтобы отверстия, в которых будет клубника, располагались в шахматном порядке. Опять-таки, нижнюю часть, которая будет занимать 10 см, мы не просверливаем и никаких отверстий в ней не делаем. Большую трубу прикрепляем с помощью заглушки к тому месту, где она будет находиться или создаем на ваше усмотрение специальную композицию. Нижний конец трубы необходимо замотать скотчем, а поверх еще наклеить резину, чтобы вода не выходила. Тонкую трубу нужно по центру вставить толстую и придерживая засыпать в те 10 см толстой трубы без отверстий гравий. Хорошо придерживайте тонкую трубу, чтобы она не съезжала, а потом не мешала всей конструкции неправильным расположением. Подготавливаем специальный грунт. Для клубники можно приобрести универсальные смеси, либо самостоятельно смешать плодородную землю с разрыхлителем. А лучше еще добавить и гидрогель, который в такой конструкции незаменим, поскольку контролирует уровень влаги в почве и при необходимости отдает воду грунту. А если воды уже достаточно, наоборот забирает себе излишки. Гидрогель вообще очень удобная вещь, если вы хотите правильно и толково ухаживать за любым растением, в том числе саженцами клубники. Весь оставшийся уровень толстой трубы нам необходимо заполнить почвенной смесью, а зачем уже подготавливать рассаду для посадки. Рассада должна быть в хорошем состоянии, здоровая, ухоженная, с несколькими плодоносными отростками, которые будет давать нам ягодки. Не забудьте развернуть их таким образом, чтобы они проходили в отверстия, в те ниши, которые вы сделали, чтобы не копаться в трубе и не вытягивать оттуда ягоды. Рассады клубники мы предварительно обрабатываем специальной болтушкой, раствором из глины и навоза, чтобы дать стимул для прорастания нашей клубники. Ведь потом будет немного проблематично носить прямым путем удобрения, как мы это делали раньше, а только жидкие, растворенные в воде вместе с поливом. Далее в отверстие мы высаживаем клубнику, тонкую трубу, которая у нас находится посередине, заполняем водой и таким образом мы обеспечили клубнике продуманную систему питания и снабжения влагой.